Мы не обычные люди, мы мороны! Не, вообще я лез за индианом жбанцем, но оказалось, что игра регионально несовместима с моей консолькой, эх, вот это я отсосал. Это Мэдворлд, игроки и разработчики в своем сознании настолько преисполнились, что решили. Эй, а давайте сделаем жестокую кровавую игру с матюками, абсолютно шизоидным сюжетом и выпустим ее на Нинтендо Ви, а потом дружно сделаем удивленные лица, когда игра по продажам насрет штаны. На самом деле, Платинум Геймс это абсолютно уникальная студия. Пока некоторым разрабам достаточно одной неудачной игры, чтобы оказаться на грани закрытия, Платинумы спокойно выпускают финансовые трагедии одну за другой и при этом выживают. За счет единичных удачных по прибыли самородков, рассчитанных на инцельных сперматоксикозников. И что самое обидное в отношении Мэдворлд, так это то, что ничего не предвещало беды. Вы только вдумайтесь. Кровавый, маскулинный битэмап стилистики города грехов от продюсера не менее шизоидного Готхэнд. И при всем при этом игра выходит на мегапопулярную Ви. Эта игра буквально должна была спинка ворваться в чарт и сломать всем остальным играм колени. Ну вот давайте, давайте, про Мэдворлд, вот там разрываешь. Так вот, например, там охуительные диалоги, совет ютубу. Второй босс, понимаешь, там такой анимешник, вот такой раздражающий анимешник. Понимаешь, что бывает тварь Валера, вот так вот, типа его расстреливают, Кто-то из нижнего интерната для вражденцев может в словах патриарха и усомниться, но так до хорошего мнения об игре придерживались почти что все игровые издания, и это при том, что тогда были времена адекватные, так что этим оценкам можно верить, в отличие от этих. Сама игра вышла в марте 2009 года, и разумеется, я лично ее тогда не застал, ибо у меня не было Wii, у меня был X-Bags. Однако я помню, как видел про игру инфу на GameLandTV, и тогда я подумал, Вау, вот это резиня моя, хотеть в это поиграть, попутно трогая себя за чресло. В итоге, поиграл я только в 2021 году на Wii, и честно сказать, от увиденного я знатно так прихренел. Но, обо всем по порядку. В первую очередь, знайте, что спонсор данного ролика, Red Shadow Legends, скачай по ссылке в описании под роликом. Вау, мобильная игра премиум качества, да еще и с потрясающей графикой, это так и реально Пок Чамп Тролл Фейс Омега Люль. Исследуйте миллионы комбинаций чемпионов, и овладевайте бесчисленными тактиками, сражаясь с рейдовыми боссами, проходя подземелья, сражаясь в сюжетных кампаниях, или сражаясь на PvP арене. В рейде есть много чего прекрасного, мне допустим очень нравятся боссы, особенно лавовый рыцарь, некогда бывший гордый рыцарь королевства Волкар, совершивший цареубийство. В общем, он просто очешуительно выглядит, да и убивается прекрасно. А именно, делай ему частые муду-муду, пока он не откинется. В этом месяце в рейде запланирован насыщенный график ивентов, которые начнутся этим летом, и масса нового контента, а также есть новая ротация Роковой Башни, которую я определенно хочу закончить в этом месяце, так что я собираюсь призвать как можно больше новых чемпионов, чтобы посмотреть, смогут ли они помочь мне достичь вершины. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 500 инсталлов, за прогрессом скачивания вы можете наблюдать в режиме реального времени в описании под видео. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под видео, или сканируй QR-код, качай рейд только по моим ссылкам, и в качестве нового игрока получи один древний осколок. 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чонору в качестве бонуса. Удачи и жду тебя в рейде! Плавно запускаем игру, лицезреем предисловия, в ходе которого узнается, что некий Джефферсон Айленд в незавидном положении. Все пути в город закрыты, в самом городе творится некая дичь под музыкальную тему Брекваста из полнометражки Пи Ви. Огружающие люди в глубоком шоке от происходящего. О боже! На самом же деле в городе некими лицами устроен самый настоящий батл-рояль между жителями. Эдакий анимешный царь горы под Метадоном, превращенный в мировую развлекательную передачу для Дэд-Инсайдов, транслирующийся на Твиче, Ютубе, Гудгейме и прочих мировых площадках. Ха! Случись такой у нас, то мы бы всем российским интернетом отправили бы туда Выжилинка. Ко всему происходящему еще привяжите различные букмекерские конторы, спонсоров различных, и тогда картина будет вам абсолютно ясна. Разумеется, на деле там дела куда более неведомые и ябнутые, но увы, и сами подробности события категории Г мы узнаем куда позже. Благо нам сразу же показывают кадры жизни внутри города, из-за чего я понимаю, что все до этого сказанное можно было бы упростить, лишь сказав, что Джефферсон Айленд превращен в Подольск. И тут игра наконец-то решает представить нам главного героя. появляется он, Джек. Хотя лично я буду называть его Джекой. Дорогие Евгении, если вы сейчас смотрите, то можете спокойно ставить эту моську на аватарку. Вы заслужили. Далее нас, разумеется, без каких-либо объяснений сразу же перебрасывают в меню выбор уровня, где мы можем видеть босса, необходимое число очков для набора и прочую инфу. Честно, я безумно обожаю, когда игра на обзор состоит из уровней. Из-за этого игру гораздо легче записывать, футажи легче сортировать, а само производство ролика по ощущениям более не похоже на ректальную садомию. Эх, вот бы в реале стримеры также бились бы за донатики. Я бы посмотрел, как Папич до смерти забивает Хесуса палкой полукопченой, а Мэтт доедает Хесуса... Дабы не ломать вам мозги, я поясню. Некий спонсор ищет какого-нибудь булдыгу, дабы проспонсировать его кровавые уродивые потешности в данном месте. Зачем? Ну, потому что это так или иначе принесет прибыль неким влиятельным людям, хотя, как именно, непонятно. Вы бы ему хоть на сраку прилепили бы баннер Кранчи, где сейчас собираются заказы на абсолютно прекраснейшие футболки. Это не реклама, мне не платили денег, просто я по-братски оказываю Ветлу чисто маскулинную помощь. Кранчи и футболки скорее покупай, и ближайший прохожий тебе сделает сосай. Сам же спонсор, видимо, хотел проспонсировать данного челика, как вдруг внезапно появился наш герой и начал доказывать, что он заслуживает донатиков куда больше, чем очереднярский сиси-бой. Субтитры сделал DimaTorzok Номер поясняет про стажеки, что он, как спонсор, будет обеспечивать его оружием и классными приколюхами, а задом пояснит, чё почём хрен кирпичом. Вам деньги нужны, пожалуйста, для меня нужна поэзия, магия. Именно тут, под оры комментаторов и забоенную музыку, начинается самый настоящий арт-хаусный трэшак. Здравствуйте, гороспорт-фанцы! Это красивый вечер на Джеберсон-Айленде, просто perfect weather for our unwilling contestants to compete in the Varigan City Death Watch. Моя имя Хайлард, Buckshot Holmes, и я учусь с моим ко-комментированием Крис Крис Крис, и я веду вас с левыми глазами, и я играю на сегодняшний благотворительный трэшак. С доступом к более 10 тысяч камерам в этом городе, вы можете быть уверены, что это не просто секретное дискомфортное, или брюльное ажение. Буквально с порога Джек начинает выбивать работягам зубы и устраивать кок-энд-болл-торчер. Боёвка приятно и доставляет Барбарик кайфарик буквально с первых секунд, при том настолько мощно, что аж невольно хочется поставить игру на паузу и передёрнуть до полного отрывания. При этом боёвка на самом-то деле проста. Бей руками, бей бензопилой, встроенный в руку, кидай врагов, кидай во врагов, кидай врагов во врагов, издевайся над врагами и зарабатывай на этом поинты. И видимо из-за такой элементарности игра подвеносит просто инфернальный мужицкий оргазм. И саундтрек. О боже, этот восхитительный саунд! Данный типаж музыки я называю биток для донжонской качалки, хотя есть вероятность, что из-за подобных мотивов вы переборщите с весом и порвёте себе жопу. А теперь немного кратко про суть всего происходящего конкретно сейчас. Номер 13 готов обеспечивать Джека оружием и приколными. Если тот будет всё делать красиво, зрелищно и чтоб шок-контент так и пёр из всех щелей. Играйте дальше, причесывайте, играйте свои молодёжные. На самом деле в этом и есть суть большей части игры. У нас есть уровень аттракцион полной звездецах. Ходите, мачите, веселитесь, роплите. С каждой же новой кучей накопленных поинтов вам будет открываться всё больше возможностей, как например кровавая баня челлендж. Подобный типаж персонажей я называю драматичный Гуталин. Кровавые бани являются лайтовым способом по фасту набрать как можно больше очков себе в очко. Весьма полезно, если переигрываете уровни, дабы побить свои внутренние рекорды, или же вы просто шизоидный спидранер, который живёт во временной залупе. Ворона залетела в турбину самолёта. После метания мяса в турбину наконец-то открывается Подольский вокзал. Можно даже сказать, что сам уровень начинается только сейчас, и всё до этого было лишь парой по обучению маленьких любителей экстремизма. Подобную теорию, кстати, подтверждает ещё тот факт, что на нас вешают 30-минутные ограничения по времени. Сами уровни проходятся за минут 15-20, и, видимо, данный элемент сделан, чтобы игрок бесконечно очки для рекордов не фармил. И это, кстати, имеет логику, ибо, как я подметил, противники в большинстве случаев не заканчиваются вообще. Бесконечная орда идиотов всё прёт и прёт, а челики гипнут с изящностью дзиркового клоуна. Благо, нам открывается очередной новый кроваво-банный челлендж, слегка скрашивающий бесконечную резиню. Вообще, первый уровень самый показательный, и на его примере можно понять, какова вся игра по сути. Совершаем военные преступления, веселимся, открываем челленджи, снова веселимся вдали атаку в виде Женевской конвенции, а потом идём валить босса. По такой формуле построены почти все уровни, и сама наша жизнь в принципе. Прекрасные катсцены, из-за стилистики и манеры игры все ролики воспринимаются как весьма странный кетаминовый перформанс в мозгу помирающей анорексички. Вы знаете, что я не понимаю? Теперь насчёт босс-файтов. Боссов тут будет много, но не ожидайте какой-то мощной глубины монашеской впадины. Просто бей, уворачивайся, и побеждай в дворово-алкашных квик-тайм-эвентах. О, вот оно. Происходит мэтворлдовский гачий момент. И под конец босс-файта необходимо совершить лютое эффектное добивание на радость больным на голову шизоидам на зрителях, которые небось уже весь чат заспамили поп-чампами, гусями, сюрикенами и пастами про единственного зрителя. Ух, божечки ты мой, насколько же это было прекрасно, вау! Каким же гениальным творением был Вейда, а сейчас есть джургоны, которые по сути являются мини-версией нунчаков, но увы. Времена такие, что подобные контроллеры используют не для игры, а больше для пихания сракотан. Следующий на очередь в Даунтаун с неким ковбойчиком по имени Иуда Чуах. Ха-ха-ха, кошерно. Джек, are you there? Джек! Джек решает запустить некий фейерверк в Тихарину от номера 13, тот же, в свою очередь, бугуртит внезапного исчезновения бомжа с пилой руки, потому что вне камер может случиться какое-нибудь эпичное убийство, а это, считай, минус таджикские реалы. Так, ну теперь, когда вы в курсах за игровые основы, я, в принципе, особо не буду заморачиваться с пояснением. Джека оказывается на все такой же типичной арене. Противники убиваются, трэш-стрим продолжается, а я же постепенно нунчаками разношу квартиру. Джека засунул чела в парашу, а потом захлопнул его другой парашей, уничтожил как дешевый. Вообще, моментов, когда я говорил гениально, было очень много. Стоит похвалить разработчиков, придумать и реализовать нечто такое сложное, и то, что у них получилось, поражает меня в самое кокр. На этом уровне, кстати, нам снова открывают приколюшные челленджи, в ходе которых Абэму все так же кроваво угнетают. Мдааа, выйдет такая игра сейчас, твиттерские мейнезные неженки в конвульсиях бы на пол пустили жидкого. В конце снова случается босса в лице достаточно пижонистого ковбойла, который очень быстро умудряется словить ляпаса по своей физиономии от нашего мастера перформансов. Именно пи Next Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как бы, да, в конце будет босс, но всякие челленджи и другие приколы почему-то нам недоступны. В любом случае, боссом оказывается какой-то бейсон и стритфайтер, у которого вместо рук огромные, мать его, турбины, с помощью которых он умудряется вызывать смерч и превращать арену в Донецк. Продолжение следует... 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 В конце уровня все так же поджидает босс, в данном случае его зовут Сёгун. Господи, до чего же это все вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, чики-пау, от этого боя энергия какого-нибудь Жошу Файта. Ожидаемый Сёгун также падает под мощной лопищей бомжа в Кожанке, а я же в очередной раз ловил эстетический приход. Теперь случается сюжетный момент, плавно напоминающий немного другую игру от этой же студии, а именно МГ Райзен. Кстати, если вы хотите продолжение МГС и всему ему сопутствующее, то ходите дальше. 13-й докапывается на Балдыге и зачитывает его мудрый щитпост на тему, что так-то подобная дичь происходила всегда. Гладиаторы, битвы, воины. Подобные батл-рояли устраиваются уже чуть ли не две тысячи лет. Кровавыми побоищами решались споры стран, наций, народов. Зачем убивать миллионы, если можно решить конфликт минимальной кровью? И вообще всё это не более чем проделки неких вышестоящих сил. Хотя вот конкретно Спиртильный Дозор длится не две тысячи лет, а чутка поменьше. Это я к тому, что Джефферсон Айленд далеко не первый случай подобных игр. Только вот все игры до этого имели свою цель и случались где-нибудь в пустынях вдали от гражданских, дабы решать, допустим, кому достанется Крым. Это какой-то совершенно иной уровень сюжета за авторством японского Сорокина. You're a talented man. It's good to know some things don't change. Welcome back, Jack. It's good to be home. Именно тут игроки, а именно мы с вами должны совершенно внезапно осознать, что всё происходящее для Жеки далеко не в новинку. Иииии, первая часть рассказа про Гомод Ворлд заканчивается, дорогие мои. Надеюсь, вам понравилось увиденное. Вот не зря все эти игры за бугра заказываю, не зря. Следующая часть выйдет скоро, а я же пока что могу лишь предложить вам поставить ролику лайк. В любом случае, я отправляюсь прямо сейчас, прямо сейчас писать продолжение. Выйдет оно, скорее всего, до конца этого месяца, да. Ну, а на сегодня всё, дорогие мои. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА